Добрый день, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Зовут меня Валентина. Сегодня я сделала такой небольшой ролик. Давно надо было, конечно, сделать вопросы и ответы на мой ролик лопух майский жень-жень от суставов, которые я делала полтора года тому назад. Какие были вопросы? Вопросы были основные. Расскажите, Валентина, как Вы пользуетесь замороженными листами лопуха и что Вы делаете с соком? Что я делаю с соком? Это мне подсказал один человек, который зашел ко мне на канал. И он подсказал, что замораживает сок. Раньше я этого не делала. В прошлом году я сделала это. Сделала я сок вот в такие вот ячейки. Это уже последние у меня остались. Выталкиваются не очень хорошо. Вот смотрите. Опа! Вот. Видите как? Но здесь у меня в ячейках не только один сок. Здесь я немножко крошила лопух. Вот как видите, видно может быть. И сейчас покажу ближе. Вот так вот я крошила и замораживала еще лопух. Я размораживаю, добавляю себе в салаты. Он с заморожкой не теряет своих свойств. Очень даже хорошо. И мне очень понравилось именно отрубить лопух и добавлять в салаты. Борщ можно куда угодно. Но я в основном в салаты добавляю. Вот это замороженный сок. Вот это достаточно. Здесь вот ложка. Ну чуть может больше. Вот этого достаточно вытащить его, разморозить и выпить. А если даже скушать, если он попадется, там он утре. Видите, маленькие такие. Ничего страшного. Вот. И если вы его скушаете. Потом покажу, для чего потом я использую этот сок лопуха. Следующее я сейчас покажу, чтобы оно у меня не размораживалось. И только покладу порозилку. Ну смотрите, вот такие вот листики. Это они замороженные. Вот они у меня по несколько штук. Вот видите, какое они. Очень хорошо, удобно. Вот в такой контейнер у меня помещается 40 штук. Это остались у меня уже последние в этом году. Вот эти замороженные листики. Один я в пакетик кладу, второй вот так вот. И вот так замораживаю. И кладу вот в контейнер. Вот так вот. И они вот так вот хранятся. Потом, когда они разморозятся. Вот видите, они мягкие, эластичные, приятные даже. Вот они, видите, с холодцом такой. Когда воспаляется сустав любой, локтевой, сустав на ноге, спина. Да без разницы, что у вас болит. Видите, он разворачивается очень даже хорошо. Вот она. Снег попадает. Вот она с этой стороны. Вот она развернулся как. Видите? И с этой стороны. Вот он прохладненький такой. Вот заболел у вас сустав. Вот у меня болят руки. Я накладываю такое приятное ощущение, холодненькое. Я стараюсь всегда, когда воспаляется, холодочек прямо от лопуха, прямо такой идёт. Я стараюсь всегда накладывать этот лопух именно вот этими прожилками. Мне кажется, что от прожилок больше исходит даже какого-то холодца, что ли. Но это можно менять. Вот. Приятно-приятно. Руке такой прохладненький. Вот. Я вот этот лист вот так вот накладываю. Могу просто так сидеть до высыхания его. А когда воспаляется сустав, вы знаете, что прямо как горит. И прямо лист этот ощущается, что он прямо высыхает на тебе. Вот рука у меня болит. Я уже даже вот приложила. И такое ощущение, как будто бы вот огонь. И он тут застухает, застухает потихоньку. Вот. Этот лист вы не выбрасывайте. Этот лист так же самое использовали его в любых целях. Как бы на ногу, на руку, на спину. Вот не выбрасывайте. Вы его спокойненько. Он, видите, эластичный. Я его даже беру, видите, только сок брызжет. Потом разворачиваете. И он с ним ничего не случается. Я беру аккуратненько. Вот так вот. Опять сворачиваю. Он целебное свойство. Я считаю, что ещё сохраняет. Вот так вот. И таким образом я его так заворачиваю. И опять замораживаю. И пока же не порвётся. Я его могу два и три раза за день. Покладу в холодильник. Полежит. Опять воспалилась. Сустав мой. Опять достала. Наложила. Палец заболел. Наложила вот так. Вот таким образом. Ну, можно по-всякому. У кого особенно ревматизм. Это очень хорошая находка. Так. Я вам рассказала про замороженный. Теперь расскажу вам про сухой. Вот у меня сухой. Видите? Это сухой. Вот этот листочек. Можно сушить их по-разному. У меня видео есть. Я рассказывала, как я сушу. И таким образом сушится листочек. Сворачивать можно и вот так. То, что он цветом поменял, ничего страшного. Вот. Его можно распаривать в любой воде. В тёпленькой. Только не в горячей. Потому что он горячим. Теряет свои свойства. В тёпленькой водичку намочили его. И прикладывайте. Ну, а я делаю по-другому ещё. Вот у меня, как я варила, сок. Да? Вот он разморозится сейчас. Ну, пока он размораживается, я вам просто покажу. Вот. Смотрите. Я беру его, кладу. Вот этот вот. Положила здесь эти кубички. Оно размораживается. И мой листик набирается этим соком. Сухой. Он распарится. И можно прикладывать точно так же. Он будет вот такой влажный. Вот. Так же самое можно накладывать потом лист. Он ещё, мне кажется, даже лучший эффект. Наберётся сока. Будет. И очень даже будет эффекта больше, чем даже вот у этого замороженного. Поэтому я в этом году, если в прошлом году я заготовила 150 листов, то в этом году я больше заготовлю сухих таких листьев. С ними даже проще. Повесил, высушил. Заморожу вот таких кубиков. Вот. С соком вместе. И нарублю туда меленько. Вот. Так же самое буду растаивать. Вот так вот. Оно будет, вот видите, набирает уже. Вот оно. Уже начинает разморожен. Уже начинает разморожен за полчаса. Ну, может, чуть-чуть больше, чем полчаса. Смотрите, сухой набрался. Видите, как. Сейчас мы развернём. Больше сока прям такой вот. Больше сока. Даже лучше, даже, чем размороженный. Только не порвать. Влажненький. Очень даже хорошо накладывать на больной сустав, на больную спину. Прям вот таким вот влажным. Вот так вот влажным. И вот заболел сустав или спина. И вот так прям наложили. Ну, чуть можно отжать. Ну, я, конечно, конечно, вот мне приятно прямо соком этим. Вот такой вот чудодейственный наш лопух. Может и в сухом виде, как бы высушенном. И в замороженном виде. Также свежего сейчас придёт май месяц. Не упустите этот момент. Май. Заготавливайте листья. Они майские. Самые-самые нежные такие листики. И самое, я считаю, что это самые лучшие майские листы лопуха. Потом они грубеют. И в жизни это замороженный. А это вот сухой. И ничем не отличается. Замороженный и сухой. Вот он соки. Принял формочку. И вот, ну, видите, можно... Вот сейчас я возьму даже несколько. Видите, лопушков этих. Возьму вот пожамкаю. Вот. Вот, пожалуйста. Они разворачиваются. Как ткань. Такая. И накладывайте на любую область, где у вас болит. Воспользуйтесь этим. Не упустите момент. Май месяц. Это самое средство, у кого больные суставы, как обсуждает тематизмом, воспользуйтесь этим. Заживляет и раны, и порезы всевозможные. Поэтому вот такое вот чудо наш, российский этот майский лопух. От чистого сердца, с открытой душой, я вам всем говорю, лечитесь народными средствами. Не игнорируйте, что у вас растет под ногами. И будете всегда здоровы. Всех благ вам.